В этот раз 25 лучших специалистов пограничного контроля со всей страны проходили обучение в Брестском центре. Итог трех месяцев учебы – не только приобретенные масштабные теоретические знания, но и присвоение новых воинских званий лейтенант и младший лейтенант. Центр готовит младших офицеров для пограничного контроля, то есть старших контролеров, старших контролеров в группе специальной проверки документов, которая работает в пунктах пропуска с документами в основном. Качество документов очень сильно увеличилось, и подельщики не всегда успевают за этим. Но в то же время появляются в последнее время очень качественные подделки, которые очень трудно выявить. И благодаря этому центру он дает знания глубокие по этому поводу и позволяет нам выявлять эти подделки. На торжественном ритуале выпуска офицеров, который состоялся на территории мемориального комплекса в Музее обороны Брестской крепости, офицерские погоны в торжественной обстановке получили 25 защитников рубежей. Место проведения церемонии выбрана не случайно. Цитадель над Богом – священная земля для всех белорусов. Среди тех, кому в символичном месте было присвоено первое офицерское звание Татьяны Шишункова, девушка признается, что с волнением ждала этой церемонии. Начинала от контролера третьей категории, потом второй, первой, и вот уже год я на должности старшего контролера группы специальной проверки документов. Вообще я даже не мечтала, что когда-нибудь я смогу получить это звание. Приумножили свой опыт, свои знания, свои навыки и пополнили багаж знаний. Брестский центр подготовки специалистов пограничного контроля – учебное заведение с богатейшими традициями. За 55 лет своего существования в нем прошли обучение тысячи специалистов контролерского и младшего офицерского состава подразделений пограничного контроля. Несомненно, выпускники этого учреждения вносят весомый вклад в обеспечение пограничной безопасности республики, показывают высокий результат в своей дальнейшей служебной деятельности. Пограничный контроль, мы занимаемся именно подготовкой специалистов пограничного контроля, он постоянно развивается, развиваются способы ухищрения незаконного пересечения государственной границы, сопровоза предметов контрабанды. И здесь, конечно же, специалист пограничного контроля должен постоянно развиваться, самосовершенствоваться, быть всесторонне развитым не только в каких-то профессиональном плане, но и в общей подготовке своей, быть культурным, эрозированным. Ведь мы первые, кто встречаем иностранных граждан на государственной границе, и по нам судят о государстве в целом. Выпускники центра практически сразу отправились по месту службы, чтобы приступить к исполнению функциональных обязанностей по защите государственных рубежей уже в новом звании. Они готовы денно и ночно обеспечивать покой беларусов, высоко нести звание офицера пограничной службы Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин